Сегодня час общалась по WhatsApp с чеченцем из Грозного, и он говорит, что нет пыток, арестов незаконных, рассказывал, как прекрасно все в Чечне. Очень, конечно же, печально, что ни в чем не повинные люди страдают, это очень плохо, но вот таким вот личностям высказывать слова поддержки, просто язык не поворачивается. А, кстати говоря, по поводу взрыва в Москве, Подмосковье точнее, есть такой российский философ, политтехнолог, как его правильно, политолог, Дугин его фамилия. Я бы не сказал, что это как-то особо такая медийная личность, но достаточно известный на самом деле человек, и известен он своими такими резонансными очень высказываниями, не соответствующими его статусу во многом, да, он там профессор, там как бы человек из научной интеллигенции вроде как, но вот высказывания у него такие очень жесткие. У нас на Кавказе он больше известен его знаменитой лекцией про суфизм, как его у нас внедряли, методика управляемого ислама, управляемых мусульман. Это очень распространенная такая лекция у нас была, ее многие раскидывали, показывая, вот смотрите, как Россия, как нам был внедрен этот суфизм, как они нас разделяли, через этих шейхов нами управляли и так далее. Но украинцы его знают по другим высказываниям, после событий в 2014 году, когда в Одессе в Доме профсоюзов, по-моему, да, там произошли вот эти события, заживо сгорели там сторонники русского мира. Тогда Дугин давал видеоинтервью, кому-то не помню, и он, в общем, очень жесткие такие высказывания там делал, что украинцев вообще всех там чуть ли нужно убивать, уничтожать там. В общем, очень такие жесткие прям призывы, поэтому для Украины это, конечно, вообще такой однозначный персонаж. И вот вчера взлетела на воздух его машина, ее взорвали, но в этот момент в машине оказался не Дугин, а его дочь, Дарья, по-моему, ее зовут. Вот. И она погибла. И там присутствовал и сам Дугин, то есть на видео с места событий он стоит, взяв голову, в руки свою голову. Вроде как он должен был быть за рулем машины, но в какой-то момент он пересел. В общем, очевидно, что взорвать хотели не дочь, а взорвать хотели его, но по такой несчастливой случайности за рулем оказалась его дочь и погибла. Сейчас очень много версий, кто это мог сделать и так далее, что это украинцы, украинские боевики, как их только не называют, что они пытались таким образом ему отомстить за эти его высказывания. Его уже в некоторых статьях в прессе называют чуть ли личным идеологом Путина, что он там на ушко Путину что-то шептал и что он буквально является архитектором вот этой вот войны, всех вот этих вот ЛНР, ДНР и так далее. Но это, на мой взгляд, не соответствует действительности, здесь, по-моему, ему чересчур большое внимание уделяют. И я на самом деле не удивлюсь, если его как раз Кремль и российские спецслужбы и пытались таким образом его устранить, что тоже абсолютно не исключено. Может быть, где-то что-то там перешел дорогу, что-то где-то там не поделили, не знаю. В общем, по этим версиям ничего пока не понятно. Ну и ничего более на эту тему сказать именно тоже не могу. Я, безусловно, никак не поддерживаю то, что там произошло. И, конечно же, ни в чем не повинна его дочь там вообще, не должна была погибать. То есть она целью быть не должна была, я имею в виду. Да и вообще такие методы, как взрывы и так далее, являются общественно опасными. То есть ни в коем случае такие вещи, конечно же, поддерживать никак нельзя. Тем более призывать к этому никак нельзя. Но и зная личность вот этого человека, высказывать ему какие-то там слова соболезнования, сочувствия тоже как бы не хочется. Поэтому лучше таких... Это вот одна из тех ситуаций, когда хочется просто промолчать на эту тему, ничего не говоря. Очень, конечно же, печально, что ни в чем не повинные люди страдают. Это очень плохо. Но вот таким вот личностям высказывать слова поддержки, просто язык не поворачивается. Тумсу, Дарья тоже была военной пропагандисткой. Есть множество видео с ее выступлениями. Носительница русского мира. Я, честно говоря, не в курсе. Не знаю, чем она занималась. Саламу алейкум. Тумсу, ты знаком с каналом антитеррор Чараи. Они жестко договаривают на тебя. И тех, кто хочет шариата в Чечне, сами хотят демократию. Думаю, было бы хорошо провести с ними дискуссию. Я не считаю нужным проводить какие-то эфиры с такими людьми. Тем более, если вы сами говорите, что там идут оскорбления и так далее. Наоборот, вы знаете, там, где эфир или какое-то упоминание людей будет для них лишней рекламой, лучше этого, конечно же, не делать. Если там есть какие-то пагубные явления, если мы не хотим, чтобы эти пагубные вещи становились, наоборот, популярными, чтобы люди начинали нам этими вопросами интересоваться, то самое лучшее, что можно сделать, это просто игнорировать. Да и честно вам скажу, нет на это времени, абсолютно нет на это времени, так как сейчас гораздо более такие важные глобальные процессы происходят и в мире, и они должны происходить внутри нашего общества. Мы должны сейчас консолидироваться именно вот в этом направлении, потому что у нас внутренняя политическая повестка, она сейчас находится в очень плохом состоянии. И мы должны эти вещи обсуждать между собой, сейчас приходить к какому-то пониманию. Собственно, для этого я и создал канал о чеченском языке, для того, чтобы мы это обсуждали и какие-то вопросы решали. Так, я вижу, что многие очень отчаянны по поводу российской оппозиции, но я являюсь оптимистом по жизни, поэтому я все-таки хочется надеяться на то, что... Но, видите, среди российской оппозиции тоже есть разные люди. Допустим, возьмите Милова, ну, понятно, да, какие у него там взгляды в отношении нас, абсолютно идентичные Путина. Возьмите Волково, допустим, человек говорит, ну, если хочет Чечня независимостью, ну, почему нет? То есть это тоже, видите, разные люди. И всех мазать там одним цветом я тоже не буду, я буду сохранять оптимизм в этом вопросе. Я считаю, что для нас всегда лучше договориться, чем там проливать кровь. Поэтому очень надеюсь на то, что все-таки здравые силы придут к власти в России, с которыми можно будет договариваться. В том что, два вопроса насчет терактов в школе Беслана. Первый. Вы считаете, что 334 зложника погибли исключительно из-за штурма? И второй, вы в курсе, что школа была заминирована изнутри? Так, на первый вопрос ответ да, безусловно. На второй да, тоже знаю, в курсе. Есть реальная статистика погибших кадыровцев в Украине? Нет, реальной нет. Приходится это как-то собирать, эту информацию. Ну, в любом случае, речь идет, конечно же, уже о сотнях. Ну, как минимум, больше сотни там погибли. Тех, кого можно идентифицировать, их, по-моему, человек 50. Кого прям по именно, по фамилии можно вычислить, сего и так далее. Но есть много тех, кого пока идентифицировать нельзя. В Чечне тоже есть люди, которые поддерживают кадырова. Сегодня час общалась по WhatsApp с чеченцем из Грозного, и он говорит, что нет пыток, арестов незаконных. Рассказывал, как прекрасно все в Чечне. Ну, конечно, такие тоже есть. Очень-очень мало тех людей, кто вот такое тебе скажет, что нет пыток и так далее. Даже те, кто его поддерживают, в целом понимают, что есть и пытки, и что в любой момент они сами могут стать жертвами или члены их семьи. Но есть ли какая-то там часть людей, родственников и приближенных к нему людей и так далее, которые его поддерживают? Ну, конечно, есть. Ну, это очень малая часть нашего народа. Так, Соединенные Штаты Ищгерии. Фида... Субтитры создавал DimaTorzok